Что касается зуммирования и навигации, тут если вы переходите с Cubase, с Nuendo, для вас хорошая новость, но для остальных пользователей не очень хорошая. У меня все назначено таким образом, что все клавиатурные сокращения я старался подогнать под Cubase, вообще под продукты компании Steinberg, потому что я с Cubase перешел на Reaper. Итак, давайте начнем с зуммирования. Обратите внимание на курсор, который я устанавливаю, когда кликаю вот на вот это поле с цифрами. Timeline, так называемый. Кликаем на Timeline и курсор становится в нужное положение. Если я хочу увеличить или уменьшить масштаб, я использую клавиатурные сокращения клавиши H или G. Таким образом осуществляется изменение масштаба. Если я хочу увидеть весь свой проект, то есть все айтемы, все объекты, которые есть в проекте, максимально зуммировать проект по границам всех элементов, которые в проекте находятся. Shift-F. И вот весь проект. Shift-F. Как видите, работает очень хорошо. Если у меня какой-то из объектов выделен, обратите внимание, я выделяю, нажимаю клавишу P. И у меня, опять же, как в Cubase, границы выделения на таймлайне устанавливаются по выделенному или выделенным объектам. И чтобы удобно было работать только с выделенной областью, нажимаю Shift-D. Shift-D. Shift-F. Весь проект. Shift-D. Только выделено на таймлайне область. Также для тех, кто любит зуммировать с помощью клика и движения вверх-вниз мышкой по таймлайну, существует такая опция и в Reaper. Однако здесь есть очень неудобный момент. Эта опция, она конфликтует с регионами. Я нажимаю Shift-R и создается новый регион. Задаю ему имя First. Выделяю какой-то второй объект. P. Границы. Выделения стали здесь. Shift-R. Second. Окей, теперь у нас есть два региона. Мы можем, кстати, очень удобно копировать их с сжатым контролом. То есть, допустим, несколько частей трека можем очень быстро таким образом раскопировать. Да? First, допустим, это куплет. Second это припев. Как видите, очень удобно с помощью регионов копировать огромные куски трека. И давайте теперь посмотрим, как изменять зум с помощью такого свипа по таймлайну. Идем в Extensions. Zoom Preferences. И здесь вот есть такая функция Drag Zoom. Она у меня отключена. Мы можем кликать и зумить по верхней части таймлайна, либо по нижней. Здесь написано, что это конфликтует с Time Selection. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем ОК. Теперь при клике и движении мышкой вверх-вниз у нас происходит зуммирование проекта. Но что произойдет, если мы вдруг захотим изменить выделение по таймлайну? Как видите, оно конфликтует с нашим зуммированием. Опять давайте идем в Zoom Preferences и попробуем Upper Half of Ruler. То есть верхняя часть. Если на ней нет региона, не проблема. Кликнули на верхнюю часть, вверх-вниз. И у нас меняется масштаб. Очень удобно, потому что у нас весь зум идет с привязкой. Но, как видите, сейчас идет глючок. Почему? Да, очень просто, потому что здесь у нас регионы. И регионы я скопировать уже с Control или переместить не могу. Потому что в дело вступает вот тот самый конфликт, о котором здесь предупреждают нас. Поэтому этими функциями, которыми я в Cubase в принципе пользовался, я здесь их не использую. Что касается навигации по проекту, тут все очень просто. Стрелки вверх-вниз изменяют выделенный канал, выделенную дорожку. Также влево-вправо абсолютно так же действует. Зачем это сделано? Затем, что когда мы находимся в режиме микшера, нажимаем F3. И здесь удобно влево-вправо так же перемещать выделение канала с помощью стрелок. Если мы хотим выбрать несколько каналов, зажимаем Shift и в сторону выделяется несколько. В Reaper очень удобно, что мы можем одновременно изменять состояние органов управления нескольких каналов. Как видите, панорама и регулировка громкости, они как бы залинкованы. Если же мы хотим выборочно воздействовать, нажимаем Ctrl. Ну, так же и снимается выделение. А Ctrl-Shift выделение не пропадает, но мы можем изменять громкость каналов независимо. То же самое относится и к регулировке панорамы. То есть раздельная регулировка панорамы с Ctrl-Shift. Продолжение следует...